Большая ответственность за проведение хоровой олимпиады ложится на город. Ранее был образован оперативный штаб, заседания которого будут теперь регулярными, ведь до начала главного культурного события мира осталось уже меньше, чем полгода. Пять лет назад мы, администрация города, администрация края, правительство Российской Федерации, все сделали для того, чтобы Сочи стало местом проведения в 2016 году всемирных хоровых игр. Сегодня мы точно знаем, что даже при самом скудном бюджете мы должны провести это мероприятие на самом высочайшем уровне. Все для этого у нас есть. Заявочная кампания на участие во всемирных хоровых играх продлится до марта, но уже сейчас известно, что приедет в Сочи только 20 тысяч иностранных коллективов и столько же российских. Хоровая Олимпиада пройдет два потока. Получается, что по 10 тысяч участников российских и иностранных в один поток. Учитывая высокий курортный сезон, соответственно, также мы понимаем, что необходимо забронировать все номера для проживающих. А мы обязаны, если мы, вот Анатолий Николаевич подчеркнул, 10 тысяч это иностранных участников, мы обязаны им оказать полное содействие в размещении. И до 10 тысяч участников в один сезон – это российские наши хоровые хоры, которые также не должны приехать в город Сочи и остаться на улице, они должны найти свое место, где можно остановиться. И, конечно же, неизвестно, сколько город примет так называемых гостей хоровой Олимпиады или по-другому их можно назвать болельщиками. А интерес к этому мероприятию во всем мире огромный. В Сочи разработана большая творческая программа навстречу хоровым играм. Мы, соответственно, сейчас с режиссерскими группами работаем на предмет творческого контента самих хоровых игр, как это все будет организовано, какие будут основные церемонии, открытие-закрытие основных номинальных мероприятий, которые будут в рамках проекта. Уже приступили к подготовке церемонии закрытия. Всероссийское хоровое общество, которым делегировано полномочия правительством Российской Федерации, о подготовке церемоний закрытия. Это будет отдельная большая работа, где будет представлена страна, принимающая 9-й всемирные хоровые игры. Ну и, естественно, самое главное – это безопасность. Всему силовому блоку даны сегодня рекомендации по обеспечению общественного порядка в городе на период проведения международных хоровых игр. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.